Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, очередной понедельник, хотя он не такой уж и очередной. Сегодня первый понедельник нового месяца. И зимы. И зимы, да. Сегодня знаменательный день. Сегодня началась зима. Ну, не сегодня. Но, тем не менее, первый деловой, я бы так сказал, день зимы. Ну, и последний месяц года. В общем, многое можно в эту кучу собрать. И мы этим будем заниматься сегодня, кстати. Будем говорить о том, кто же нам этот самый декабрь месяц в ближайшее время подарит. Ну, прежде всего, я традиционно познакомлю вас с моими гостями. Сегодня в студии Илья Киселев, руководитель казначейства банка «Стройкредит». Добрый вечер, Илья. Здравствуйте. И Богдан Зварич, начальник аналитического отдела «Неттрейдер». Добрый вечер, Богдан. Добрый вечер. Ну, учитывая ваши улыбки. На устах у вас улыбки, я вижу. Это хорошо. И, значит, настроение хорошее. И ожидания. Да, и ожидания. И рыночные, прежде всего. И рыночные, давайте так, в том числе, тоже неплохие. Тем более, Илья вот говорил сейчас за эфиром, что 1448 по РТС. Да, уже хороший уровень. Уже сопротивление. Как это дело закончится, сегодня посмотрим, конечно. Так, еще несколько приготовлений традиционных, ну, для слушателей моих уважаемых. Я напомню, телефон в студии 6510-996, код Москвы495. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Все то же самое вы можете сделать, зайдя на сайт финам.фм. И, соответственно, есть еще возможность присоединиться к нашему мероприятию, к нашему эфиру в режиме видеоконференции, зайдя на сайт финам.ру. И, соответственно, нажав на ссылку «Видеосеминар». Вот, и те, кто, те счастливчики, которые имеют такую возможность, сейчас видят, да, все, что происходит у нас с вами в студии, и в то же время имеют возможность также пообщаться, задав вопросы в прямом эфире. Ну, и 1806 в Москве. Давайте посмотрим, что происходит сейчас на финансовых площадках. Некая картина маслом на это время. Традиционно с нее мы начинаем наш вечерний эфир. Ну, что ж, да, теперь уже, теперь уже так принято. Мы говорим прежде всего об индикаторах российского рынка, поскольку американцы признятся к нам минут через 30. Поэтому ситуация следующая. Индекс РТС действительно в моменте 1448, его текущая котировка, прибавляет он почти процент 0,8. Индекс ММВБ также в плюсе сегодня, да, даже больше прибавляет 0,9 процента. Текущий уровень его 1419. В общем, все очень позитивно. И это, наверное, радует. Ну, не может не радовать, по крайней мере. Нефть марки Brent. Ну, достаточно стабильно, да, стабильно. Если среднесрочно говорить, она достаточно стабильна. Она в районе 110, то сверху, то чуть ниже. И вот в данный момент мы опять наблюдаем ее котировку. Нефть марки Brent 111 долларов за бочку. Золото волатильно себя ведет всю последующую, всю предыдущую и сегодняшний день в том числе. И, тем не менее, держится выше 1700 за унцию. 1717 его текущая котировка. Индикаторы рынка Forex. Ну, в данном случае, прежде всего, это евро-доллар. Он сегодня пробился выше 1,30. Уверенно это сделал. Он делал попытку преодолеть эту отметку снизу и вверх еще в пятницу. Он закрылся буквально там, да, ну, по крайней мере, у нас котировки были 1000... 1,29-1,99 вот последняя котировка пятницы. А сегодня вот он уже выше 1,30. 1,30-52 его текущий курс. И основной набор голубых фишек сегодня преимущественно в зеленой территории, в зеленой зоне. Газпром сегодня прибавляет. Боже мой, на него это не похоже. Так, попытались мы пошутить в адрес нашего всего. Акции Банка ВТБ больше процента. Акции Сбербанка, естественно, тоже больше процента. Ну, и далее из лидеров можно назвать Северсталь. Обыкновенные акции Сургутнефтегаз и обычка Уралкалия. Против рынка сегодня, хуже рынка, да, полюс золота выглядит. Ну, немного оно под водой. И ГМК Норникель 0,2% теряет. Вот такова картина масла. В общем, жизнь продолжается. Это самое главное. Вот. В надежде на какие-то новогодние, предновогодние, какие-то рождественские и другие ралли, все же мы наблюдаем с вами на рынках финансовых, да, на рынках, на финансовых площадках позитив. Вот. И давайте посмотрим тогда, что в ближайшее время. Я еще с какой точки зрения, да, Илья Богдан, с какой точки зрения хотел бы поговорить с вами прежде всего о том, с точки зрения того, что на этой неделе много, очень много статистики. Я сегодня календарь читал, когда, значит, у нас сегодня на этой неделе в четверг два заседания Центробанка. ЕЦБ, да, традиционный Банк Англии. Пейроулсы у нас первая неделя декабря, соответственно, в пятницу пейроулсы. Ну и так, первая неделя опять индикаторы экономической уверенности, да. Кстати, китайский вышел вот недалее, как сегодня. Хороший на китайском рынке не помог. Он, может быть, не помог китайскому рынку, но, в принципе, он, да, не вызвал никакого отторжения. Мы видим уверенно все держатся достаточно. Давай вот с этой точки зрения, Богдан, начинай. Что можно, собственно, сказать? Каковы ожидания ближайшей перспективы краткосрочной? Ну, я бы сказал даже не сказать, а отметить, да. Во-первых, действительно, китайский рынок, к сожалению, в последнее время чувствует себя хуже остальных. Напомню, что Шанхай Композит провел 2000 пунктов, ушел под этот уровень. Фактически, это сейчас он демонстрирует уровни с начала 2009 года. Ничего хорошего там, собственно говоря, не происходит. При этом происходит все-таки приток средств на китайские рынки. Но это как-то не очень сильно помогает китайским акциям расти. Что же касается того, что нам еще предстоит на этой неделе. Действительно, достаточно большой поток данных здесь. И Европа. В основном, конечно, выделим США. Кроме payrolls, я бы еще отметил индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в сфере услуг. Тоже достаточно важные данные. Что касается Европы. Здесь, я думаю, что от Банка Англии вряд ли можно чего-нибудь ждать новенького. От заседания ЕЦБ, я думаю, Марио Драги попытается как минимум словесными интервенциями поддержать рынки. Успокоить инвесторов. Ну, снижение ставки ты не ждешь, да? Снижение ставки я не жду. Я думаю, что, возможно, ЕЦБ пойдет на дальнейшее расширение программ. На дальнейшее количество насмягчения. Такой шаг возможен. Не факт, что на этом заседании. Но я думаю, что данный шаг будет предпринят в ближайшие 2-3 заседания. Возможно, уже даже на этом. Хотя, как я говорю, да, сомневаюсь. Это как возможность встретить динозавра. Либо встретишь, либо нет. Ну, ладно, ладно. Свои трейдерские хохмочки оставьте, пожалуйста, за кадром. На самом деле, здесь еще стоит отметить ожидание инвесторов относительно ситуации с Банком Японии. Потому что от Банка Японии ждут также увеличение программ выкупа активов. Причем связано это с выборами, да? Предстоящими выборами. И на этом фоне мы сегодня, например, видели слабеющую иену. Что, в принципе, хорошо. Соответственно. Ну, вот я что еще выделить? Наверное, пожалуй, выделю Европу. По одной простой причине. Несмотря на то, что по Греции вроде как все проблемы решены. Вроде как все решения на текущий момент приняты. На текущие? Да, именно на текущие. Потому что транши будут выделяться по условию выполнения Греции тех требований, которые к ней предоставил Евросоюз, которые на нее наложены. Ограничения. Соответственно, на текущий момент все проблемы решены. Я думаю, что теперь у нас на повестке Дня Испании. Испания. Это с точки зрения Европы. Да, Евросоюза, еврозоны по одной простой причине. Потому что в Испании, неоднократно уже говорил, что в Испании, кроме достаточно высокого уровня госдолга, существует еще две достаточно серьезных проблемы. Проблема номер раз. Это самый высокий в Европе уровень безработицы. Который, по-моему, если они швы, зашкаливает за 25%. И второй, это ситуация на рынке жилья, которая там с пика 2008 года уже подешевела. Жилье где-то процентов на 30, что ли. То есть, а ипотеку-то там брали, так же, как и в США. Объемы не те, да. Но для Евросоюза трудности в Испании могут оказаться большим, привнести больше негативных последствий, чем, конечно, трудности в Греции. Потому что экономика Греции в рамках Евросоюза, в рамках еврозоны, это, что называется, капля в море Испании. Это уже совершенно другой вопрос. Поэтому я думаю, что сейчас все внимание игроков переместится с Грецией на Испанию. Ну и, соответственно, все остальное вроде бы лыска. Ну и, конечно, вопрос фискального обрыва. Давай Илью мы присоединим к нашему роду, потому что он там сидит, торгует. Это нечестно. Я понял. Ну, значит, ситуация следующая. Как я вижу, я бы дополнил, сколько мы сказали много про иностранные рынки. Я думаю, что это, конечно, важно. И мы об этом поговорим еще в дальнейшем по поводу фискального обрыва. Но я также хочу сказать, что есть важные новости российские, которые выходят на этой неделе. Прежде всего, это результаты третьего квартала по банкам. Так, 5-го числа у нас отчитывается Сбербанк по третьему кварталу, 7-го ВТБ. Ну, там и другие банки, там, Сбербанк Санкт-Петербург, который торгуется на бирже. Вот, и ожидается, что статистика по ним будет положительной. Тем более, что в случае со Сбербанком они приобрели Денисбанк турецкий. Турецкий, да, и сейчас будет показывать в активах уже вместе с ним свои показатели. Рост сегодняшний, кстати, и по ВТБ, и по Сберу, это, может быть, уже, так сказать, попытка, да? Ну, отыгрываются новости уже. Да, предугадать, предугадать. Да, конечно, это отыгрываются новости, тем более, что Сбербанк, он опубликовал размер дивидендов по префам, которые выросли с, по-моему, 15,7% от прибыли до 17% от прибыли. Вот, то есть, это, так сказать, дивидендная доходность банка тоже выросла. То есть, со всех сторон понятно, что, да, Сбербанк показал положительную динамику, причем префы, мне кажется, еще не отыграли эту положительную динамику. То есть, еще можно, так сказать, прокатиться на этой волне. Со всех сторон позитив. Да, со всех сторон позитив. Сейчас, наверное, достаточно позитивное настроение, с учетом того, что сейчас индекс РТС пробил 1448 пунктов. Ну, подожди, пробил, давай дождем сегодняшнего закрытия, а сейчас мы послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш разговор. Итак, продолжаем, уважаемые слушатели, продолжаем наш эфир. На Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем говорить о финансовых рынках, что нам ждать до конца года, преимущественно до конца года. Как будет вести себя рынок российский. И в гостях сегодня Илья Киселев, руководитель казначейства Банка Стройкредит. И Богдан Зварич, начальник аналитического отдела NetTrader. Значит, ушли мы на новости. Илья, я тебя прервал. Что-то интересное ты говорил о российском рынке. Ну да, я просто хотелся констатировать то, что мы сейчас вышли. Такой уровень сопротивления был серьезный по индексу 1448 пунктов по РТСу. Мы его пока не пробили. К сожалению, пока не пробили. Но, может быть, это дело завтрашнего дня. Но, тем не менее, уже позитивно, что мы к нему подошли. Вот. То есть, собственно, я хотел бы на этом остановиться. Это основное, да? То есть ожидания все-таки некие позитивные. Хорошо. А давайте теперь поговорим о том, откуда к нам приходят эти ожидания. Ну, как правило, мы знаем, откуда они приходят из-за границы. Европа действительно несколько отошла на второй план. Я не думаю, что кризис еврозоны миновал. Нет, конечно. Нет, конечно, да. Еще наверняка он аукнется. Но, тем не менее, она действительно фокус-фокус рынка сейчас сместился с Европы на Америку. А там пресловутый фискальный обрыв. Богдан, расскажи, ты хорошо знаешь, что это такое? Да, собственно говоря, что рассказывать. Все все знают уже. Да, рассказывать особо нечего. На самом деле, конечно, важен не сам фискальный обрыв, а то, как это все будет выставлено для рынков, для инвесторов. Потому что сейчас все прекрасно на самом деле понимают, что вопрос фискального обрыва будет решен. Договорятся тем или иным способом. Пойдут на соглашения, пойдут на уступки друг к другу. Хотя периодически они вот в позу встают друг перед другом. Безусловно. Торк-то присутствует. Да, надо же себя выторгивать, что называется, получше. Но все прекрасно понимают, что на самом деле все закончится хорошо. Опять же, да, вопрос как. Периодически действительно возникают заявления. На прошлой неделе мы слышали один день заявления, что все, никакого прогресса в переговорах по фискальному обрыву нет. На следующий день выступает Обама, говорит, что в течение ближайших четырех недель данный вопрос будет решен. Я думаю, что действительно... Он должен быть решен до конца года, иначе все вот эти вот... Там у нас идет повышение налогов, снижение льгот одновременно, да, и что... И с января месяца вот это и происходит. Да, все намечено на один день, на 1 января. То есть мы просыпаемся в новой, как говорят в таких случаях, парадигме слова. Да, они решили отложить за конец света по календарю мая. Сначала, кстати, логика есть, да, сначала конец света, а вдруг... А потом уже опада фискальная обрыв. Конца света не случилось, ну давайте вернемся опять к нашему разговору. К вопросам о фискальной обрыве. Так вот, и все это, конечно, нервирует рынки, рынки, ну, и носятся туда-сюда, да, и мы на прошлой неделе это, собственно говоря, видели, когда наш рынок, реагируя на ситуацию на западных площадках, первую половину недели просел. В последние два дня мы просто вот на, опять же-таки, на заявление по фискальному обрыву, потому что это была основная тема, выскочили за два дня, практически полностью отыграли снижение первых трех дней недели, да. Вот, и вот такая болтанка, на мой взгляд, будет до того момента, пока мы не услышим все. Мы приняли вот такое-то решение, мы вот об этом договорились. Понятно, что договорятся. Мне показалось забавным, смотрите, где-то я сегодня читал, что конец ноября рынок закрыл в небольшом плюсе, если считать динамику от начала года. То есть весь год мы, да, вот по основным индикаторам, да, то вверх, то вниз, в результате конец ноября где-то в нулях. 4% МРТС и 0,2, по-моему, по-моему. И конец месяца, за два дня мы как раз положили позитивную динамику указали, да, годовую. Это может стать как раз, да, вот этим заделом, так называемым, да, Илья? Да, конечно. Что ты по поводу фискального обрыва думаешь? Ну, я скажу так, что вот мы говорили про то, что фискальный обрыв отрабатывался, да, в последние дни недели, да, прошлые. Мне кажется, что это, там, добавились еще два важных события, которых мы не упомянули. Первое, это, собственно, новости из Европы, да, по поводу Греции положительные. Вот, а второе, собственно, это окончание месяца, как правило, фонды подбивают акции технически вверх в этот момент. Поэтому вполне логично, что мы... Месяца какого? Месяца, ну, ноября. Ноября. Когда закрывался ноябрь. Вот, это как бы такая вот причина, почему мы там подросли чуть-чуть, да, я думаю. А вот, а еще важной причиной заключается в следующем, что я посмотрел, есть такие данные, Merchant Portfolio Fund Research, да, который показывает, какая позиция фондов по отношению к России. И тут есть два положительных новости. Во-первых, фонды увеличили свои лимиты на Россию. Во-вторых, фонды, они действуют таким образом, то есть если им нужны деньги в какой-то момент времени, они их выводят заранее. Поэтому уже сейчас мы прекрасно понимаем, что фонды, все деньги, которые им были нужны, они вывели с рынка, да? То есть они не будут в последний месяц года это делать? Они не будут в последний месяц года это делать, да. И это уже видно, то есть даже по статистике вот этой вот Merchant Portfolio Fund Research, мы видим, что последнюю неделю, вот эту там, прошлую неделю, да, не было оттоков, был наоборот приток денег в фонды. То есть это тоже характеризует то, что появилось достаточное количество ликвидности для того, чтобы поднимать фондовый рынок. Ну смотри, тем не менее, у нас последний месяц года, да, декабрь тоже имеет такое техническое свойство, когда инвесторы начинают перепозиционироваться. Ну, как подсчитывать... Подсчитывать, да, результаты годовые, может быть, там что-то нужно переложиться из-за кого-то. Есть вот опасность того, что некие движения в конце декабря могут быть связаны с этим? Ну, я по-прежнему не думаю, что будут какие-то значительные движения, не в плюс по рынку, не в минус. В плюс, собственно, мешает определенный дефицит доверия, который сложился на рынке. Я бы все-таки не стал его называть так вот, как вот сейчас очень принято, это дефицит ликвидности, да, все-таки, наверное, больше, это тоже присутствует безусловно. То есть ликвидность-то есть она, правильно? Да, ликвидность есть. Есть дефицит доверия на рынке, который вот в этом году очень активно проявился. Поэтому я не думаю, что будет каких-то резких движений наверх. Вот, может быть, по каким-то только отдельным бумагам, связанным там с энергетическим сектором, в связи с последними новостями, могут быть какие-то движения, да, там, ТНК-БП, допустим, и Роснефть, когда узнаются подробности сделки, да, какие-то еще. Но так, по большому счету, по рынку движений сильных, я не думаю, что они будут. Вот с этой точки зрения правильно ли сказать, что вот мы, ну, сейчас вот ты озвучил, что, да, по РТС подошли к важному сопротивлению. А пробить его не пробьем, потому что следующее движение от сопротивления вниз пойдем. Ну, возможно, так, возможно, мы его пробьем, но в том числе, вот мы говорили с вами где-то месяц назад, да, мы, в принципе, остановились на этих же самых уровнях, да, то есть 1430-1400. Вот, в принципе, мы как вот ходили в этом диапазоне, так мы и ходим в этом диапазоне. И будем, видимо, до конца года тоже, да? Я думаю, что да, я думаю, что не будет никаких таких форс-мажорных обстоятельств, которые либо обрушат фондовый индекс, либо, наоборот, его приведут к росту. Вот, что касается фискального обрыва, хочется сказать, что у нас рынок отрабатывает слухи, да, и когда происходит какой-то факт, то есть, условно говоря, он уже заложен, то есть обычно рынок на нем падает. То есть когда у нас разрешится ситуация с фискальным обрывом, это некая такая искусственная ситуация, которая, по-моему, так же искусственно нагнетается, как 21 декабря, конец света, понимаете? Ну, сейчас еще ничего не нагнетается, вы дожди, ближе к... Ну, будет, будет, будет все вот это вот, достаточно нагнетация, обстановка. Это абсолютно, так сказать, такая вещь, не... ну, достаточно эфемерная, я бы так сказал. То есть это некая попытка манипулировать, да, если... Попытка манипулировать, а так, по большому счету, у нас достаточно идет, вот, если так смотреть макроэкономически на рынок, да, то сейчас идет, ну, с одной стороны, вот это Emergent Portfolio Fund Research, то есть у нас приходят деньги на рынок, с другой стороны, у нас экспортная выручка компаний, она увеличивается, то есть если там посмотреть последние результаты по нашим нефтяным компаниям, крупнейшим, они улучшились. Вот, прежде всего, по Роснефти, по Газпромнефти, там на 4,5% по сравнению с прошлым годом, увеличился выручка за ноябрь. По Башнефти очень хорошие показатели, то есть мы говорим о том, что у нас достаточное количество денег на рынке, соответственно, к чему это приводит? Это приводит к укреплению рубля, да, к укреплению рубля, да, и к такому стабильности на фондовом рынке. Ну, кстати, по поводу укрепления рубля, тебе, как знатоку этого инструмента, если, ну, логично, по крайней мере, действительно, да, сейчас есть выручка у нефтяных, прежде всего, компаний, да, и она идет, естественно, на отечественную. Рубль действительно себя в последнее время чувствует достаточно неплохо, и по тому, что я вижу, вполне возможно такая ситуация сохранится, за одним исключением. Я бы вспомнил о том, что у нас в конце года, если не ошибаюсь, достаточно большой объем выплат по долгам. Так. Зарубежно. Выплаты в долларах. Спрос на доллары будет. Соответственно, я думаю, что он может перекрыть тот объем спроса на рубль, который существует. Что же касается, я просто немножко повозражаю. Илье. Илье, да. По поводу индекса МВБ, я считаю, что текущие уровни, я просто ориентируюсь не на РТС, а на МВБ, я считаю, что текущие уровни не очень-то и важны. Вот 1415, да, где-то, 1419. Вот, собственно говоря, мы 23-го числа мы поставили, это была пятница, соответственно, поза той недели. Ну, если округлить, 1420. Ну, 1415. Не, ну, собственно говоря, очень многие же покупают на пробои максимумов и минимумов, поэтому это достаточно важно. Соответственно, учитывая то, что сегодня чуть-чуть прошли выше, в принципе, можно говорить, что быки пытаются все-таки преодолеть этот максимум, продолжить восходящую динамику. Цель у этой восходящей динамики, на мой взгляд, находится где-то в районе 1440 пунктов. По ММВБ. По ММВБ. И там проходит тренд, построенный на максимум двух последних лет. Понятно. То есть нисходящий. Нисходящий. И вот там уже будут очень важные уровни, на мой взгляд. Грудь противолей. Пройдем, не пройдем, да? Именно поэтому ты сказал, да, что нынешние, вот текущие уровни не так важны. То есть надо, да, если сходить туда и посмотреть, как будет это дело выглядеть. Ну, в принципе, как ты думаешь? Я думаю, что до 1440 мы по ММВБ, опять же таки, мы сходим. А там уже будет борьба достаточно серьезная, потому что появится много желающих продать по этому тренду. У нас была в этом году попытка его пробить. Мы даже какое-то время торговались над ним, но потом нас залили достаточно серьезной волной вниз, увели. Было-было такое дело. Это как раз был, ох, сейчас, к сожалению, не вспомню месяц. Вот, ну, буквально месяц, где-то в сентябре, как раз, по-моему, вот на вот этом вот... Вполне может быть, в сентябре. Когда нас выносили, вынесли достаточно неплохо. Тогда вот была первая попытка пробить. Она не состоялась. Скорее всего, вынесли стопыш артистам. Вот. Ну, и я думаю, что от тренда вполне возможно многие попробуют продать. Ну, это логично. Нисходящий же тренд. Я, тем не менее, вернусь. У нас времени немного. Сейчас мы пойдем опять слушать новости. И давайте тогда подытожим. Что с рублем-то? Сильного укрепления не будет, я так понимаю, потому что спрос на доллары. Ну, и в то же время, да, и сильного ослабления вы тоже не увидите. То есть, я так понимаю, текущий диапазон. Ну, да. Ну, мне кажется, что может сходить он и ниже 30, но до конца декабря. Потому что, собственно... Мы говорим как раз до конца декабря. До конца декабря, я думаю, что он может сходить ниже 30 рублей. И там это должно быть стронгбай. Вот. Потому что это, так сказать, показатели, которые, если там рубль опускается ниже 30 рублей, то я считаю, что это уже находится в очень перспективном уложении. Это уже является доллар. Вот. Так, а насколько глубоко ниже 30? Я не думаю, что глубоко. Я думаю, что он просто туда цепнет. То есть, 29,9. Ну, там до 29,5 я сомневаюсь, что он сходит, конечно. Ну, это приемлемый уровень. Даже с точки теханализа. Сейчас слушаем новости на Финам.фм, потом продолжаем. Итак, друзья, продолжаем нашу беседу, нашу программу. Она называется «Сухой остаток». Я надеюсь, вы это помните. Я также вам хочу напомнить, чтобы присоединиться к нашему разговору. У вас есть возможность позвонить в студию по телефону 6510-99,6, либо зайти на сайт компании финам.фм, задать свой вопрос, либо на сайте финам.ру. Вопросы уже есть. Чуть позже мы к ним вернемся. Ну, а сейчас, по просьбе Богдана, я хотел бы дорисовать картину масла. 18.31 в Москве и американские площадки открылись, и мы наблюдаем следующую историю. Позитивную динамику показывают на открытии американские индексы. Индекс Доу Джонса прибавляет чуть больше 0,3%. 13.68 текущая котировка. CP прибавляет также, он активно открылся вверх, почти полпроцента у него, 1422. В общем, действительно, мне всегда нравится, ну, понятно, что это будет звучать некой шуткой такой, но мне нравится. Раньше мы говорили о динамике, которую задавали американцы, и мы, так сказать, да, этой динамике следовали ей. А сейчас, можно сказать, что и наоборот. Американцы открываются, смотрят, как российские площадки торгуются и говорят, о, это густо. Боюсь, что они больше смотрят на Европу и на европейские новости. Ну, хорошо, ну, это вот такая была шутка. Это пока, к сожалению, только мечты, когда вот американцы реагируют на настроение в России. Ну, да. Ну, вообще, неплохо было, да? И мы будем определять мировую динамику. Во-во-во-во. Мировой финансовый центр мы создаем, так что мы когда-то будем влиять на мировую динамику. Кстати, в связи с этим стоит вспомнить, да, о том, что в начале года рынки отечественные будут закрыты. И определить динамику некому будет просто-напросто. Поэтому опять все будут смотреть на американцев. Давайте вопрос я один задам. А, ну, собственно, вот уточняющий, о котором мы говорили за эфиром, Богдан. Вот наш коллега с финам.ру спрашивает, какие долги, о каких долгах идет речь? Имеется в виду долги коммерческих организаций с западным банком или что? Речь идет о корпоративных долгах. Плюс мы тут еще один вопрос обсудили с бюджетными деньгами. Вполне возможно, мы увидим не некоторый поток бюджетных денег. И в частности, часть из них в итоге окажется на рынках, что, я думаю, в том числе поддержит доллар. Поэтому я все-таки смотрю, что я не вижу на текущий момент до конца года такого серьезного укрепления рубля по отношению к мировому валюту. Хорошо. Так, еще один вопрос. Мы его тоже за кадром с вами озвучили. Что с Ростелекомом, Илья? С Ростелекомом. С Ростелекомом я, в общем-то... Опять до конца года, да? Да, это действительно одна из интереснейших бумаг сейчас российского рынка стала с учетом того, что достаточно длительное падение, достаточно негативные новости по ней прошли. Недавно была конференция, пресс-конференция о том, что цели развития компании сохраняются и так далее. Но мы все прекрасно понимаем, что бумага отыгрывала негативные новости. И, возможно, еще будет какое-то время отыгрывать, возможно, будут какие-то инсайдерские манипуляции, связанные, так сказать, с тем, чтобы провалить эту бумагу ниже для того, чтобы какие-то фонды получили маржин колл по этой бумаге и так далее. Но, в принципе, бумага очень интересная, особенно Ростелеком привилегированный. Поэтому я считаю, что вот это та компания, в которую можно на определенных там уровнях уже начинать вкладываться так достаточно серьезно, причем на такой среднесрочный период. То есть это не до конца декабря, а там достаточно более длительный срок. То есть до конца декабря мы можем увидеть эти уровни интересные? То есть мы можем увидеть какие-то минимумы и интересные, да, уровни. Я считаю, что интересный уровень по Ростелекому обычке — это меньше 100 рублей. Соответственно, есть смысл там эту бумагу достаточно покупать, да, с прицелом где-то в районе 125-130 ее продать. То есть это фактически доходность там в районе 30%, и она может случиться достаточно быстро. То есть она уже может случиться в январе или феврале. Вы можете снять с нее с бумаги практически 30%. То есть в пределах квартала, да? Да, то есть в пределах квартала у нее есть возможность получить 30%. Плюс к тому, что эта бумага уже достаточно давно падает, то есть в нее не так страшно вкладываться, например, как бумаги, которые постоянно там находятся на каком-то росте. Вот так же, как, допустим, если смотреть, ну, более консервативное вложение, да, но это также очень интересно. Я считаю, это Газпром сейчас. То есть бумага стоит 140 рублей. Вот, это явно не цена Газпрома при текущих уровнях. Вот мы понимаем, что Газпром наращивает так же выручку, и, так сказать, все финансовые показатели Газпрома, они позитивные. Поэтому я считаю, что, да, стоит вкладываться так же, ну, вот в эту компанию. Спасибо. Давай послушаем звонок, а потом, если что добавишь. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Алло, добрый вечер. Как раз вот по вопросу европейских новостей, вот объясните, что бы это значило. Сейчас вот выходит новость, что Испания официально, вроде, ну, средства массовой информации, насколько я прочитал, что Испания обратилась за 39 миллиардами помощи, вроде, к Евросоюзу. Евро до 30,75 дороже. И тут же следующая новость, что заметка там в какой-то газете, английской, что ли, Телеграм, вышла, что у бывшего Папа Андрео, министра Греции, счет у мамы на 500 миллионов долларов открыт в Швейцарии. И тут же Евро сходил на полфигуры обратно. Ну, вот, как бы, что-то вот как-то неспокойно. Вот все время что-то найдут, вечно. Вот вроде все позитивно, если до Испании вдруг обращаются, вроде все в ланге встали, и тут на тебе буквально несколько минут. И все испортили, да? И все испортили. Да, я понимаю, что конспирология, но как-то очень она прямо рядом с нами. Спасибо, спасибо, Владимир. Ну, на Папа Андрео, я думаю, просто нашли, что называется, повод отфиксироваться. А, кстати, история с Испанией, она действительно подтвердилась? Обратились за помощью? Я, к сожалению, эту новость сегодня не видел. Видимо, она как-то мимо меня прошла. Я, в принципе, давно говорил, что Испания пойдет за помощью к Евросоюзу. Мы вот месяц назад мы разговаривали здесь же. Я говорил, что Испания обратится, но будет тянуть, что называется, до последнего. Видимо, дотянули. Потому что Испании действительно необходимо... Я на краем глаза сегодня смотрел ленту Bloomberg, и там испанские, по-моему, десятилетки, что ли, ну, или пятилетки размещались, они на приемлемых уровнях. Ну, по-моему, да. То есть здесь о том, что с точки зрения рынка облигаций уже нужна помощь, да, когда там доходности зашкаливают, да, такого в принципе нет. То есть у Испании пока есть возможность рефинансироваться на открытом рынке. И поводов так вот, чтобы сразу лететь к Евросоюзу и просить помощь, я думаю, что пока нет. Но он будет, этот повод. Или поздно будет. Дело в том, что вот речь о том, что Европу колбасит то в плюс, то в минус, то абстерин. Дело вот в чем, что все эти решения, которые были до сих пор по Европе приняты, они фактически, что называется, косметический ремонт. Вот, попытки залатать дыры из тех проблем, которые существуют. То есть не решить проблемы, да, а решить их последствия. То есть или бы сгладить их последствия. Потому что действительно Европе нужно сделать один единственный нормальный шаг. И другого, в принципе, невозможно. Имея единую валюту, нужно иметь единый фискальный орган, который будет за этой валютой следить, следить за тратами бюджетов. Все, пока этого не будет, ну, это невозможно иметь одну валюту, совершенно различные министерства финансов, различные экономики. И где каждый решает, как он будет, собственно говоря, по-своему тратя, по-своему распределять средства. Ну, не получается так. И у единой валюты должен быть единый регулятор. Да, есть ЕЦБ, но ЕЦБ в данном случае, к сожалению, не может иметь именно функции фискального контролера. Поэтому ЕЦБ всего лишь выдает деньги. Вот поэтому и приходится залатывать дыры, выдавая день. А на единение, на, скажем так, еще большее сближение европейских стран в рамках еврозоны, пока многие не готовы. Потому что это фактически потеря суверенитета. И на это не пойдет даже та же самая Германия, скорее всего. Пойдет только в самом критическом моменте, когда, что называется, уже не будет выбора другого. Ну, мне кажется, тут я так бы сказал, что если говорить там о Европе, так вот достаточно пристально на нее смотреть, то с одной стороны, да, действительно, можно там идти по пути объединения дальнейшего Европы. Но мне кажется, что Европа сейчас находится несколько в другой такой плоскости. То есть она к другому краю ближе. Она скорее ближе к тому, что вообще-то к объединению, нежели чем к объединению. Понимаете, то есть если смотреть такую шкалу, да, где-то что-то слева, то что-то справа, да, где-то посерединке есть, то мы не посередине, мы ближе к тому моменту, когда там скорее к разъединению. Конечно, не так уж сильно далеко там. Поэтому, мне кажется, говорить об этом пока преждевременно, о том, что там общие фискальные органы и так далее. То, что в Европе есть проблемы, да, это было очевидно. И, в принципе, эти новости уже, наверное, во многом отыграны. Илья, можно немножко, да, по поводу разъединения? Безусловно, разъединение ближе и выход Греции я даже со всеми принятыми решениями я не исключаю. Вот. Я имею в виду, я говорю с той точки зрения, что фактически те, кто был инициатором еврозоны, да, имеется в виду Германия, Франция, Италия, вот, инициаторы единой европейской валюты, они постараются сделать все, чтобы сохранить зону евро в том виде, в котором она существует. И вот именно для этого, собственно говоря, да, если уж они хотят, если они все пытаются сделать, все для того, чтобы еврозона сохранилась. А вот тогда им нужно делать следующий шаг. Ну и заодно напомню, что... Следующий ты имеешь фискальные органы. Да, единый фискальный орган. Ну и напомню, что Германия получила больше всего преференции от единой европейской валюты. Ну это ее инициатива, по сути. Ну и расходов. Ну это расходы-то сейчас, а доходы-то были раньше. Вот изначально, когда все планировалось, да, никто не думал. Причем доходы они получают, а вот платить они, по-моему, не очень хотят. Так, значит, есть вопрос, слушатель под странным, я бы сказал, под зловещим ником Демон. Хотелось бы услышать мнение уважаемых экспертов по перспективам акций Мегафона. А, Илья. Ну что ж, здесь сотовый оператор, да, в принципе, я думаю, что с учетом, так сказать, развития, ну как бизнес-операторов, да, у нас сейчас, я думаю, что в долгосрочном периоде, в долгосрочном периоде эти акции будут действительно интересны. Вопрос там для краткосрочного инвестора, конечно, это менее интересные активы, потому что, ну, во-первых, там ликвидность, да, во-вторых, собственно говоря, это такие, такие активы надо покупать, понимая очень четко там фундаментальный анализ этой акции, да, что под ней подразумевается. Какие ставят менеджмент Мегафона, да, там, с целью и задачей, понимая их, понимая, как они будут достигаться, вы тогда сможете оценить такую акцию. Я сейчас не могу, не скажу там, однозначно по акции Мегафона, так я ее так пристально не рассматривал, вот, но для того, чтобы осуществить вложения, да, необходимо вот это вот понимать, потому что это акция не для краткосрочного такого спекулятивного получения прибыли, ну, в основном. Потому что каких-то таких событий активных вокруг нее, таких, да, или слухов пока, ну, так нет, да, ну, все прошли в этом году, кстати. Ну, в принципе, даже если вот с твоей точки зрения, да, рассуждать, что Мегафон один из большой тройки. Оператора большой тройки, да. Да, да, в этом случае, наверное, она заслуживает некого инвестиционного внимания. Внимание она заслуживает, но, на мой взгляд, не сразу, потому что, во-первых... Надо, чтобы она отстоялась. Да, только IPO прошло, потому что, к сожалению, если мы посмотрим на опыт IPO последнего времени, у нас все очень любят, к сожалению, вот у нас все компании в большей своей части любят размещаться по максимуму. Дайте мы вытащим, что называется, из рынка как можно больше денег, да, и это, собственно говоря, первоначально это, ну, вроде как, да, хорошая цена, хорошая компания. Это инвесторы идут, вкладывают деньги, а потом акция падает. Это логично, что инвестор хочет получить максимум, это понятно, зачем ему. Нет. Ему-то надо получить деньги. Хозяин хочет получить максимум денег. Не учитывает, и это портит, собственно говоря, отношение инвесторов к бумаге. Например, к тому же ВТБ, я думаю, что у многих, к сожалению, отношение не очень хорошее по итогам IPO. Соответственно, я бы подождал, посмотрел, как акция будет себя вести, как будет относиться компания к своим акционерам. И только после этого уже действительно именно с точки зрения фундаментального анализа смотрел, насколько она будет перспективна. Но это действительно, это вложение, собственно говоря, не краткосрочное, а достаточно долгосрочное. Я как трейдер, да, я, например, я просто фундаментальный анализ не очень приемлю, он мне не очень интересен. Я работаю как спекулянт. Да, я в основном работаю как спекулянт, поэтому для меня, наверное, эта бумага будет совершенно неинтересной. Или как минимум, да, именно какое-то время надо подождать, чтобы она уже какие-то тренды нарисовала. В любом случае надо, я бы подождал. Я понял. Хорошо, мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ и потом продолжаем. Итак, продолжим разговор за эфиром, пока мы слушали много-много интересного. Мы тут вдруг пришли к выводу, ну, попытались, по крайней мере, да, опять в разговоре об IPO и наших, и, что самое интересное, зарубежных, некую статистику, что ли, да, некую закономерность. Начали с IPO Facebook. Увидеть, да, да, увидеть. Действительно, после размещения, да, как правило, падают или не как правило, падают. Вот, Илья говорит, очень интересно ведет себя Facebook с этой точки зрения. Ну, Facebook, как и любая, вот, собственно говоря, интернет-компания в США, сейчас вообще интересный такой происходит процесс, именно в Соединенных Штатах, да, по поводу доткомов. Вот, я могу сказать, что было такое небезызвестное событие 23 ноября в Америке, Черная Пятница. Черная Пятница — это ничего плохого, это сразу, это распродажа, ну, максимальные скидки в магазинах. И вот, если сравнивать, там, с прошлым годом, то получилось, что в магазинах продажи, ну, в розничных магазинах они упали. Вот, в то же время в интернет-магазинах они выросли, причем не просто как-то, да, на 26%. Вот, это такой какой сигнал, да, дальше мы можем посмотреть на акции основных интернет-магазинов США, то есть именно интернет-магазинов, да, это Amazon, eBay. Они выросли где-то, ну, Amazon, по-моему, в районе 30% за год по текущую дату с начала года, а eBay вырос на 67%. Так же, как и выросли, там, крупные торговые сети, которые связаны с онлайн-торговлей, там, Walmart и так далее. То есть, значит, Target, у них крупные такие торговые сети. То есть, здесь основная идея, что они с интернетом непосредственно. Да, 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 то есть они, это именно растет, и оценивается рынком, тот сегмент, который они занимают в сети интернет. Вот, и в связи с этим, в связи с этим есть такая идея, и индекс NASDAQ, он растет быстрее, чем растет Dow Jones. Допустим, Dow Jones за год, он практически не вырос, так же, как и наш индекс RTS. А Dow Jones, он прибавил, ну, где-то в районе 20%, если они 6,15-20%. NASDAQ, да. Соответственно, есть предпосылки для того, чтобы дальнейшего такого, ну, такого бурного роста даткомов, возможно, в этом, в следующем году. Так что для людей, кто хочет инвестировать именно в такие бирженародные рынки, да, то стоит присмотреться вот именно к рынку даткомов. Я понял. Такой небольшой комментарий. Нет, это здорово, да, вот она идея и появилась, да, отсутствие идеи, это главная проблема нынешних, да, событий на финансовом рынке. Нынешнего рынка. Нынешнего рынка, нет идей, да, мы их ищем уже с вами и во втором, и в третьем, да, мы осматривать готовые какие угодно компании, либо найти некую идею. А здесь вот все на поверхности, я с тобой согласен. Ну, а с точки зрения, тем не менее, некой статистики по поводу того, как ведет себя бумага после размещения, все же, Богдан, склоняемся к тому, что она падает все-таки, как правильно. Я западный опыт не рассматривал, но у нас, к сожалению, получается, например, такая ситуация. Я могу добавить немножко, западный опыт показывает, что все-таки у них, ну, если американский опыт, опять же, смотреть, у них в основном это, там, есть такие показатели определенные, которым они меряют общую среднюю температуру, там, по больнице, да, по средней температуре по больнице у них растет. Вот, но все мы помним IPO, там, Фейсбука, да, которое, так сказать, было достаточно... — Ярким, ярким. — Ярким, да, скажем так, и в красном цвете окрашенным, но тем не менее, вот, ситуация такая. Что касается российского рынка, да, пока большинство IPO, либо многие IPO просто не состоялись, там, не будем перечислять, но есть достаточное количество компаний, которые выходили на IPO, да, и хотели именно привлечь финансирование, увидев реальную цену, которую выставляли международные банки или российские крупнейшие структуры, они не выходили на IPO или выходили с завышенными показателями, так сказать, тоже, опять же, не будем приходить примеры, ну, и достаточно много, практически все IPO в России после размещения, они снижались. — А в данном случае, может быть, это и оправданно с точки зрения, действительно, компании-эмитента, что она завышает эти финансовые показатели? — Это логично для эмитента. — По максимуму сорвать, а потом все равно сольют. — Конечно, для собственника, для собственника это, безусловно, важно, получить максимальный эффект вот в моменте, правильно, это абсолютно логично, потому что дальнейшие котировки акций его интересуют уже опосредованно. Вот, но я могу сказать, что это, что все-таки мерить IPO, то есть есть инвесторы, которые вкладывают там миллион рублей, да, есть, которые миллиард рублей, есть, которые сто миллиардов долларов, ну, то есть, условно, да, сказать, какие-то фонды. Поэтому тот, кто хочет вложить достаточно большое количество денег, он не может взять с рынка эту компанию, ну, например, тот же Сбербанк, да, там, инвестиции оцениваются миллиардами долларов, да, вот, поэтому, так сказать, если они бы скупали с рынка эти бумаги, безусловно, они бы вынесли курс там наверх совсем. Поэтому надо смотреть на IPO так многогранно, да, но, тем не менее, вот до сегодняшнего момента там IPO все-таки не были прибыльны для частного инвестора. Все-таки можно всегда купить дешевле частному инвестору потом, после IPO. Ну, вот пока вот такая статистика. Нормально. Хорошо. Времени не так много. Давайте мы сосредоточимся теперь под занавес нашей программы на российском рынке. Мы не будем отвечать буквально на вопрос, что ждет его до конца года, взлеты или падения, потому что, скорее всего, он будет и, да, и, он будет порхать, он будет и расти, он будет и падать. Ну, я уже сказал свое мнение, 1440 пунктов по ММВБ, а дальше... А дальше со всеми остановками. То есть некий диапазон, который мы определяли и определяем его периодически, да, в гостях у меня бывают разные люди, да, наши коллеги, но примерно взгляд у всех один и тот же, что есть некий диапазон. И, с учетом того, что никаких событий, да, экстраординарных не предвидится, то, видимо, будем в этом диапазоне... Ну, кроме конца света, 21 декабря. Кстати, ближе к концу света мы наверняка посвятим этому отдельную программу. Если, в принципе, возможно, возможно такая ситуация, что Конгресс пойдет в разнос и встанет в позу... Разнос в какую сторону? Не договорятся они? Да, не договорятся с Обамой, и вот тогда у нас будет интересно. Но, к сожалению, это интересно будет вниз, и, наверное, в этой ситуации единственным активом, который будет интересен, это будет как раз доллар. Логично, по крайней мере. Хорошо. И, тем не менее, до конца года, вот, так сказать, отбросив страшные прогнозы, прогнозы конца света, прогнозы невозможности договориться в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, давайте какие-то идейки все-таки мы с вами обнаружим, как минимум, вот, на отечественной площадке. Основные идейки. Ну, связанные вот, да, Илья, вернусь в начало программы, близость финансовой отчетности, да, наших крупнейших банков, вот, создает некое такое очевидное их преимущество, оптимизм некий, да. Что еще можно сюда же добавить, Магдан? Ну, у нас сейчас большая часть портфеля находится в бумагах. Все же? Да, ну, потому что рост, в принципе, вот мы с начала где-то, октября месяца, ну, где-то там чисел, числа с 13-го, мы наблюдаем такую достаточно неплохую восходящую динамику, по большинству бумаг появились, были рекомендации на покупку, соответственно, бумаги пока держим, пока тренд существует, да, первую цель я, в принципе, обозначил. А дальше смотрим, подтягиваем стопы, и в случае разворота, конечно, закрываем позиции, вот, поэтому новых каких-то идей что-то докупать вот сейчас, в текущий момент, пока не видно. Вот, а те позиции, которые есть, конечно, держать, потому что тренд существует, он идет вверх. Ну, озвучь тогда, какие бумаги посидеть? Ну, там список, там список... Ну, что это? Это нефтянка или что это? Там большинство ликвидных, там и нефтянка, и банки, и из энергетики, по-моему, что-то есть. Вопрос от Андрея. Да, Илюш, извини, пожалуйста. Я бы добавил, да, к тому, что мы говорили в прошлый раз как раз вот за ТНК-БП, она дала там 4% как раз в момент нашего разговора, позитивная тенденция была, то есть какие-то, да, такие идеи. Сейчас идеи существуют, ну, я уже, как упоминал, Ростелеком, но помимо, да, помимо, конечно, это Газпром, вот, то есть сейчас бумажка, которая может отыграть неплохо. Помимо это НЛМК, помимо это энергетические компании, сейчас они практически каждый, если там посмотреть на лидеры рынка, да, то практически каждый день у нас выстреливает то та, то иная бумажка. Вот, здесь надо смотреть за, именно за отчетность, но там достаточное количество компаний, та же Мосэнерго, та же ФСК, ЕС, которые могут дать очень интересные, очень и хорошие результаты уже там в короткий промежуток времени. Поэтому я бы присмотрелся к этим бумагам, ну, более пристально. Собственно, вот такая вот позиция. Есть вопрос от Андрея. Уралкалий его интересует, ну, в ближайшую перспективу. Можно прокомментировать? Я сейчас не возьму. Еще вопрос. Уважаемый господин, скажите, пожалуйста, какая негативная информация вышла по ТГК-1? Что-то они постоянно падают. Ходит слухи, что кто-то узнал плохое заранее. Ну, если бы кто-то знал. Заранее? Вот заранее. Сделил бы соломку, да? Да, я думаю, да. Ну, и вот замечание остроумное от нашего слушателя Андрея. 21 декабря — это пятница. Соответственно, можете представить, да, какой интересный день. Это не воскресенье, там, конец дня, да, уже пятница. Это, конечно, очень плохо, то есть выходные не погулять. Ну, что делаешь? Нет, там сама по себе пятница, да? Все время мы ждем окончания недели, окончания торгового дня. А тут еще, да, это и 21 числа. Это беда. Это шутка по интернету ходит. С чем встречать конец света? Что ставить на стол? Что ставить на стол, да, это актуально. Все-таки это некое событие, да, его надо отметить. Ну да ладно. Итак, время нашей программы подходит к концу. Прежде всего, я сделаю небольшой анонс. Если это не репрессии, то что? Сразу после выпуска новостей на этот вопрос будет отвечать адвокат Вадим Прохоров и судья Конституционного суда Российской Федерации отставки Тамара Морщикова. А я благодарю моих сегодняшних гостей. Напомню, в студии были Илья Киселев, руководитель казначейства Банка Стройкредит и Богдан Зварич, начальник аналитического отдела Неттрейда. Мы обсуждали сегодня ближайшие перспективы российского рынка акций до конца года и пришли, в принципе, к мнению, да, мнение это многократно озвучивало, нас ждет, ну, относительно высокая волатильность, но тем не менее движение в неких диапазонах. Спасибо за внимание, всего хорошего, успехов на рынке. До свидания.